Здравствуйте, это программа Репортер и Алексей Коноплев. Сегодня у меня уникальный герой. Пенсионер из Самары. Я намотал три с половиной тысячи километров на своем велосипеде. Молодой человек, как он сам себя называет, рванул из Парижа до Смоленска. Мужчина добирался больше месяца и проехал через Францию, Бельгию, Данию и еще много других стран Старого Света. Репортер посмотрел вместе с путешественником его видеоотчет и узнал, как в жизни может пригодиться школьный английский. Один в поле воин. Это про него. Пока многие мечтают и обсуждают, он сел и поехал. Олег Кирьянов все мифы о пенсионерах разрушает. Умеет пользоваться фейсбуком, навигатором и другими современными приблудами. Не торопясь, под милые европейские виды, со скоростью 50 километров в час он их тысячи по дороге намотал. В Париж почему? Не знаю, но тянет меня туда. Как говорят, увидеть и умереть. Но я не умер, но видел Париж. Поэтому у меня план был такой. Идет дождь. Там палатка. Вот я. Вот кемпер. Вот так вот мы и живем. Ну, я приезжаю там в кемпингах. Они же прекрасно понимают, для чего я приехал. Вот. Я им там мэн, ван мэн, значит, один человек, вот, тент, ван, ой, забыл уже, ночь. Прекрасно понимаешь, что я приехал на одну ночь, и монинг я уеду. Хотел чая другого купить. Чего-то с этого чая, который я брал в Голландии, плохо начал спать. Ну, чая что-то знакомого не нашел. Взял вот колбаски, йогурт, хлеб. Ну, хлеб какой-то попался, я не понял. Мерц спал в палатках и ехал, несмотря ни на что. В своих 69 он в экстремальных условиях сразу вспомнил весь курс школьного английского. Пока ехал, подучил французский и шведский. Осталось 33 километра до Брюсселя. С утра шел дождичек. Ну, в общем-то, прохладненько. Я даже в курке, в кофте, еще в майке. Ой. Ну, а так все нормально. Еду вот теперь туда, в Брюссель, в ту сторону. Его автомобильные права пылятся на полке. Ни разу Олег Кирьянов так и не сел за руль собственной машины. Он четырехколесных не признает. А еще не пьет и не курит. И спортом занимается. Так он сам себе устроил велотур. За день он проезжал не меньше сотни километров. Наслаждался европейскими видами и в сеть выкладывал фотоотчет для жены. Она осталась дома ждать путешественника. Проехал тысячу. Хотел точно, но Лидия Григорьевна позвонила. И я отвлекся и проехал еще 600 метров. Я один раз на спидометр посмотрел. За год я проехал 3000 километров. Ну, я думаю, нормально. Он меня не подводит. В Смоленске путешественника встретили родственники. А оттуда уже на поезде он прибыл в Самару. По России ехать на велосипеде мужчина не рискнул. Условия тут не те. С собой пенсионер привез гигабайты видео и фотографий. И очередную безумную идею. Север он уже покорил. Теперь ему подавай жаркие страны. Я бы, конечно, хотел теперь на юг. Ну, Испанию не очень. Мне кажется, там очень жарко. Но уж в Италию прям с удовольствием съездил бы. Путешествуйте и вы, и пусть все добрые мечты сбываются. Мы увидимся в понедельник в итоговом выпуске программы «Репортер». До встречи!